Югорские ученые на две недели окунулись в традиционный образ жизни селькупов. Речь идет о международной экспедиции, которая отправилась на северо-восточную границу Югры и Ямала. Места компактного проживания этой коренной народности. В пределах Верхнетазовского заповедника сейчас проживают несколько семей, которые относят себя к селькупам. Их предки пришли сюда с севера Томской области примерно в 17 веке. По словам ученых, здесь, вдали от цивилизации, они сумели сохранить традиционный образ жизни, что дает очень благодатную почву для научных изысканий. Отмечу, что идея проекта зародилась во время Международного северного археологического форума, который прошел в Ханты-Мансийске в декабре прошлого года. К изучению истории Югорского края проявили интерес немецкие и итальянские этноархеологи. Экспедиция Верхнетазовский заповедник – это только первая часть большого проекта. Планируем в следующие годы затронуть и хантов, группы хантов, таежных хантов, того же самого Нижневартовского района, Сургутского района, то есть те коллективы, которые ведут еще традиционный образ жизни. К сожалению, сейчас не так много общин, не так много семей постоянно проживают в лесу и ведут традиционный образ жизни. Но, тем не менее, на территории Югры, вот это вот Нижневартовский район, Сургутский район в следующем, видимо, году, и группы так называемых лесных ненцев, которые проживают в районе озера Нумто. Кроме этнографических исследований, ученые провели археологическую разведку. В пределах Верхнетазовского заповедника обнаружили несколько десятков больших археологических комплексов. Это поселения, образованные в промежутке от неолита. Это с 7-6 тысячелетия до новой эры, до средневековья. Они представляют колоссальный научный интерес. В будущем там проведут точечные раскопки, которые прольют свет на историю края.